На грани провала, почему в Украине призыв в армию превратился в зайчий бега, апостроф, Украина. Артур Гор, апостроф, Украина. 15 ноября 2018 года, призывная осенняя кампания на срочную службу в украинскую армию в самом разгаре. На эту осень Кабмин запланировал призывать почти 18 тысяч юношей, однако сами военкомы признаются, что между планами правительства и реальной картиной на местах, большая разница. Хрупкие планы и точное количество призывников, которых правительство надеется отправить этой осенью в армию, 17 960 человек. Из них по плану в СУ отправят 9 010 человек, 6 500 пойдут в Нацгвардию, еще 1550 юношей будут служить в Госпогранслужбе и 900 человек, в Государственной специальной службе транспорта, в командовании сухопутных войск в СУ. Именно они отвечают за призыв срочников. Отрапортовали, что первый призывной месяц осени, октябрь, прошел достаточно успешно. Почти 10 тысяч граждан Украины, что составляет более 50% от государственного задания, отправлено в войска, сообщают в командовании сухопутных войск. За первый месяц, более 50% плана, а впереди еще ноябрь и декабрь. Это действительно неплохо, однако эта цифра, что называется, средняя температура по больнице, ведь из регионов поступает сообщение о том, что далеко не все военкоматы ломятся от наплыва призывников. Так, например, в Закарпатской области, по данным местных СМИ, за октябрь план призыва был выполнен всего на 17%, и это при том, что в этом регионе план призыва один из самых низких – 425 человек. Меньше призовут только из Луганской области – 260 юношей. 90% мужчин, которые получают повестки, в военкоматы не приходят вообще. Много кто из призывников беспрепятственно пересекает государственную границу, что делает невозможным их оповещение, жаловался губернатор Закарпаттий Геннадий Москаль. В Киеве на срочку по плану должны призвать 744 человека. По состоянию на 5 ноября, мы призвали в ряды в СУ 39,5% от плана – апостров. Явка призывников, которые должны пребывать на участке районных призывных комиссий, очень и очень низкая. Жители города Киева в призывные участки как не обращались, так и не обращаются. Мы разыскиваем их при помощи нацполиции, жаловался в начале ноября военный комиссар Киевского военного комиссариата полковник Сергей Клявлин. При этом профессиональных уклонистов, которые от призыва к призыву не приходят в военкоматы, в Киеве более 33 тысяч. Об очень низкой явке призывников во Львове говорил и областной военком Александр Тищенко, грозя юношам административной ответственностью. Чтобы призывникам неудобнее было бегать от военкоматов, президент своим указом еще в сентябре продлил сроки осеннего призыва до конца декабря. В Генштабе объяснили такой поворот тем, что медкомиссии нужно разгрузить для более качественного выполнения работы. Но зачем их разгружать, если военкомы и так жалуются на дефицит рекрутов? Российские СМИ хваткой петбольтерьеру ухватились за проблемы украинской призывной кампании, выдав десятки новостей с заголовками «Призыв в Украине на грани срыва». Однако, по словам пресс-секретаря командования сухопутных войск в Суевана Арефьева, паниковать пока рано. «Как можно давать оценку, что у нас завален призыв, если он только начался?» «Отбор идет планово». «Давайте делать анализ хотя бы в конце ноября», — пояснила Апострофа Арефьев. «Прагматизм в Сидея тем не менее, даже если план по срочникам и будет выполнен, принимая во внимание жалобы военкомов в регионах, становится очевидно, от кампании к кампании собрать рекрутов становится все сложнее. По мнению экспертов, опрошенных Апострофом, тому причиной несколько факторов. Во-первых, в стране никто не занимается патриотическим воспитанием молодежи, хотя раньше Украина всегда занимала первое место по призывникам. 50% офицеров Вооруженных сил СССР были родом из Украины», — говорит Апострофу военный эксперт Олег Стариков. Наряду с отсутствием рекламы службы в СУ, реальное положение дел в стране и армии делает мощную антирекламу Вооруженным силам. Пятый год идет война, и если в столице люди как-то этого не замечают, то в регионах похороны солдат происходят практически каждый день. Плюс в новостях об этом рассказывают. «Понятно же, какую роль это все играет в плане популяризации Вооруженных сил», — добавляет Апострофу военный эксперт Олег Жданов. А еще, большое количество раненых, которые приходят с войноколеками. Они ведь живут в социуме, общаются с людьми. Поэтому вопрос популяризации армии на сегодняшний день катастрофический. Впрочем, по мнению военного инструктора из Израиля Цви Ариэля, на одном только патриотизме идеи срочной украинской армии не выйдет. Люди просто не хотят подметать лес и мыть в мороз тряпками бараки. В странах с хорошей срочной армией, например, в Израиле, человек, который туда идет, знает, что получит хороший бонус. Либо это будут определенные навыки компьютерщика, водителя, получит бесплатно права, либо человек получит боевые навыки, — поясняет Апострофу военный инструктор. Кроме того, человек может получить бонус престижа, ведь пройдя армию в Израиле и имея в своей трудовой биографии этот пункт, — это входной билет в самые лучшие компании, если срочник был, например, программистом в армии. Если солдат служил в боевых частях, значит, работодатель сразу поймет, что человек прошел определенные трудности и достойно закончил службу. Это абсолютно практические бонусы, а не идеологические или еще какие-то. В срочной украинской армии это все отсутствует. Действительно, согласно закону Украины о воинской обязанности и военной службе, наряду с военными комиссариатами, выполнение воинской обязанности обеспечивают органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации вне зависимости от подчинения и форм собственности. Кроме того, на время выполнения воинской обязанности, граждане Украины освобождаются от работы с сохранением места работы, должности и средней заработной платы. Однако военкомы жалуются, что большинство руководителей предприятий откровенно саботируют эту норму закона, увольняя призывника задним числом, чтобы не платить ему вообще ничего. При такой ситуации, когда на одной чаше весов у призывника работа, зарплата и должность, а на другой, шанс потерять это все, вернувшись из армии безработным, несложно догадаться, что выберет рекрут. Наконец, третий комплекс проблем – отношение к срочнику в армии. Мы живем по старому советскому уставу, там, где солдат-раб, где солдат, даже если считает приказ неправильным, обязан его выполнить, а потом через того же командира, который отдал этот приказ, пожаловаться вышестоящему начальству, добавляет Жданов. Чтобы исправить ситуацию, необходимо делать кардинальную реформу армии, начиная от структуры в СУ, заканчивая правовой базой. Никто не хочет, чтобы его унижали, соглашается Цвейриэля, а в срочной украинской армии до сих пор к солдату относятся, как к второму сорту. До сегодняшнего дня офицеры обедают отдельно от солдат, происходит оскорбление починенных. В израильской армии, если кто-то ударил починенного, или солдаты подрались между собой, это сразу, наказание в виде ареста, как минимум, или изгнание из бригады, если речь идет о блитном подразделении. Можно наказывать, можно гонять солдат, не давать спать путем различных физических упражнений, наказывая его. Но оскорблять человека нельзя. Если командир оскорбляет человека, то, во-первых, солдат не пойдет с ним в бой, а, во-вторых, непонятно что от него потом ожидать. Если в ближайший год-два ситуация не изменится, по прогнозам экспертов, набирать срочников в армию станет еще сложнее, и в итоге в СУ получат ограниченные небоеспособные или и вовсе небоеспособные части. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...